Почувствовать себя героем книги «Гарри Поттер и философский камень». В июне стартует новая игра «Живые шахматы». Здесь можно будет управлять артистами в специальных костюмах. И все, что нужно сделать, это назвать поле, на которое должна перейти фигура. Например, Д4, Е5. И сделать шаг королю. Так развлекаться предлагает новое в рамках проекта «Лето в парках» направление. Оно так и называется – развлечение. Всего же направление 4. Одно из них – экология. Оно посвящено Году экологии, объявленному президентом. Тематические квесты, познавательные викторины и эстафеты на тему природы. Для юных туляков подготовят микромир – специальный макет, по которому малыши узнают, как на земле зародилась жизнь и как она развивалась. В направлении искусства научат восточным танцам и английскому языку. И не только. Одним из новых направлений проекта станет школа юных магов. На ротонде Центрального парка будут обучать искусству иллюзионного обмана. Это значит, что каждый желающий может научиться как самым простым, так и более сложным фокусам. Остается и направление спорт. Бэби-йога, пилатес для пенсионеров – все это снова будет. А вот зарядку решили убрать. Оказалось непопулярной. Вместо нее – занятие кроссфит – система физических упражнений. Проходить они будут по вечерам в 19.00, чтобы было удобнее. Проект достаточно гибкий. И мы приглашаем не только участвовать в мероприятиях, которые мы предлагаем, но и активным жителям предлагать новые форматы мероприятий, которые также будут нами успешно воплощаться в этом проекте. Лето в парках стартует уже завтра, 1 июня. Мероприятия будут проходить в Центральном, Пролетарском, Комсомольском, Рогожинском парках Тулы. Кстати, в прошлом году в рамках проекта провели почти 600 мероприятий. В них приняли участие более 40 тысяч туляков. В этом году надеются, что желающих будет еще больше. Данила Андрюшин, Артем Качин, Первый Тульский.